МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В следующем сезоне. Пойман из поличным. Задержаны семеро браконьеров за незаконную добычу комбалы. Режим ЧАЭС. У местных аграриев гибнут посевы из-за обильных осадков. Нужны актеры. В Калининградской области снимут фильм о Великой Отечественной войне на Париж. И главной теме. Берега шире. В будущем году Светлогорские собираются намыть пляж в 70 метров шириной. Там установят такие же волнорезы, как и в Зеленоградске. Кстати, поклонников этого курорта ждут неудобства. Бревна для укрепления могут возить прямо по береговой полосе. Каких еще сюрпризов приятных и не очень ждать на курортах? Подробности у Катерины Брынюк. Партнер рубрики «Тема дня» – сеть магазинов обуви для всей семьи «Каприз» и «Каприз Калор». Туристу дороги и сервис, как соблюдается простая формула, проверяли на Зеленоградском променаде ревизоры из нескольких ведомств. В числе курортных премьер – велодорожка, кабинки для переодевания и зонтики со скамейками. Обновляют и розу ветров. Главная же новинка – уличные шахматы. Мегапартию можно будет разыграть прямо на побережье. К 1 июня обещают пляж под ключ. Реконструкцию закончат, душевые отрегулируют, бювет сдадут. Пляж в Янтарном, получивший в прошлом году голубой флаг, как один из самых чистых, комфортных и доступных в мире, в этом году звание пытался удержать. Для того, чтобы получить курортный «Оскар», пляж должен соответствовать 30 критериям. И дают его не раз и навсегда. Международная комиссия проводит обновление сертификатов. В этом году пляж в Янтарном вновь поднимет голубой флаг. Торжественная церемония намечена на 3 июня, но и на лучшем в России побережье отдыхающие пока не все могут назвать идеальным. Партука, да, мало места. Добираться, если искать Ленинград, то тоже тяжеловато. Автобус переполнен, хотя они ходят каждый день. Я оцениваю, что его нету. Сервис. То, что туалет работает очень редко. Хотелось бы, чтобы побольше было урн, таких закрытых ящиков именно, и ближе к берегу, потому что променады все-таки далековато, когда много людей, туда практически не дойти. В Янтарном к новому сезону освоили пляжную целину – левую сторону Дикого берега. У нее пока нет международных наград, но оборудуют ее с претензией. Среди новшеств – три кафе и камеры хранения. Эта пляжная зона в этом году сделана с нуля полностью. Если в прошлом году зона «Голубого флага» представляла из себя условно зонты с лежаками на 100 мест, то в этом году их будет уже 500. Увеличение, естественно, по стандарту количества мусорных контейнеров. Опять же, не было здесь душевых с питьевыми фонтанами. Круглосуточную охрану добавили в этом году, ее не было вообще. И спас-пасты, они тоже уже работают в круглосуточном режиме. Основной проблемой в Янтарном власти назвали паркинг. В этом году его планируют увеличить вдвое. На это нужно 8,5 рублей, и вопрос с финансированием в правительстве уже решен. Туристу парковочное место обойдется в 250 рублей в день. По желанию можно взять лежак, зонт и полотенце за 300 рублей. Эти деньги пускают на содержание пляжа. Округу она обходится в миллион рублей в сезон. В Рио вице-премьера правительства Калининградской области Гарри Гольдман свел свои замечания по всем пляжам, к тому, что курорты нужно готовить к открытию намного раньше календарного лета. В целом, нужно начинать, конечно, сезон не при открытии первого числа, а все работы должны заканчиваться уже к маю месяца, когда уже стоит погода, и уже, по крайней мере, местные жители, граждане нашей области, выезжают на курортные места и отдыхают. Поэтому та же самая проблема имеется, но будем в следующем году дорабатывать, более пристально следить, чтобы отыгрывали конкурсы раньше и выделялись деньги. В целом, на содержание пяти муниципальных пляжей областная казна тратит 15 миллионов в год. Катерина Брюнюк, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. Партнер рубрики «Тема дня», сеть магазинов обуви для всей семьи, «Каприз» и «Каприз Калор». И к другим темам. С приходом тепла календарские воры снова заинтересовались двухколесным транспортом. За минувшую неделю своих железных коней лишились десятки горожан. При этом шесть краш оперативникам удалось раскрыть по горячим следам. Как и безопасить свои велосипеды? Советы от полицейских смотрите далее. На этих кадрах следователи изымают краденый велосипед. Новый владелец такому повороту событий, естественно, не рад. Хотя ни в чем не виноват. Несколько недель назад семья купила его в подарок племяннику. В кабинете следователя потерпевший сразу узнал свой транспорт. По данным оперативников, чаще всего веловоришки орудуют в подъездах или придомовых участках. Расчет на то, что в многоквартирном доме вряд ли кто-то обратит внимание на человека с велосипедом. Вдобавок владельцы оставляют их на общих балконах и лестничных площадках. Полиция города Калининграда рекомендует не оставлять велосипеды без присмотра в подъездах жилых домов, в местах общего пользования. Оставляя свой велосипед, необходимо его надежно прикрепить металлическим тросом, а лучше всего металлической цепью с надежным замком. По словам полицейских, они регулярно проводят профилактические операции в местах сбыта или хранения велосипедов. В ходе рейдов изымается любая техника, которая может вызывать оперативный интерес. Предприниматели к таким проверкам относятся с пониманием. Говорят, покупать велосипед с рук можно, но есть важные условия. В обязательном порядке требовать на него паспорт серийным номером. Авиация Балтийского флота получит в этом году пять самолетов Су-30СМ из Иркутска. Экипажи соединения морской авиации уже прошли обучение. Также запланировано пополнение корабельного состава. До конца года на вооружение Балтфлота поступит еще один новейший малый ракетный корабль. О других не менее интересных новостях далее короткой строкой. Партнер рубрики короткой строкой магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». Временные неудобства. В среду в Калининграде дважды перекроют движение транспорта с 8 до 9 утра и с 16 до 17 часов вечера по маршруту. Гвардейский проспект, улица Горная, Московский проспект, Большая окружная, улица Емельянова и выезд из Калининграда. Во второй половине дня в обратном направлении. Причина – автопробег «Бумеранг-2017». Нужны актеры. В Калининградской области снимут фильм о Великой Отечественной войне на Париж. Съемки пройдут в Черняховске, Советске, Железнодорожном. Несмотря на то, что предварительный кастинг по персонажам на данный момент завершен, съемочная группа в поисках актеров на масштабные и эпизодические сцены. Съемки стартуют 6 июня. Внимание, летнее расписание. С 1 июня меняется время отправления пригородных поездов на Балтийском, Советском и Мамоновском направлениях. Подробное расписание можно посмотреть на сайте Калининградской железной дороги. Изменения коснутся и внутригородского маршрута Киевская-Северный вокзал. Вечером поезд будет отправляться от Киевской на 12 минут раньше в 18.00. В подарок 500 эскимо. 1 июня в Центральном парке всех маленьких жителей города ждет настоящий праздник живота. 3000 порций бесплатного мороженого, а также концертная программа, квесты, мастер-классы и сладкие подарки. Мороженое можно получить у детского фонтана, а после дважды прокатиться на аттракционе по одному билету. Угощать бесплатным лакомством будут также и в зоопарке. С понедельника по четверг включай первый городской ровно в 7 утра и начинай свой день вместе с шоу «Утро на колесах». Заряжайся энергией и позитивом на весь день. Также у каждого калининградца есть возможность побывать в нашей ТВ-студии, получить бесплатный кофе, передать приветы своим родным и близким. Звони к нам в прямой эфир по номеру 99 49 29. Припаркуется наша мобильная телестудия на площади Победы. Партнер рубрики короткой строкой, магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта». В каждом матче нам нужна только победа. Такую цель Антон Нариханов поставил перед калининградскими футболистами. 30 мая в Рио губернатор обсудил с руководством клуба будущее Балтики и подготовку к новому сезону. Как отметило руководство клуба, в этом сезоне они намерены кардинально изменить отношение калининградцев к футболу. Мы достигли договоренности по работе и по основным условиям и с генеральным директором, и с спортивным директором, и с главным тренером. Губернатор поставил задачу выигрывать каждый матч. К 2020 году мы должны быть в РФПЛ. Будет это в следующем году, это будет прекрасно. Еще одно нововведение сезона – клубные карты. Ее первым счастливым обладателем уже стал Антон Алиханов. Стоимость такого удостоверения – 3000 рублей. Она дает возможность посещать все матчи балтийцев в этом сезоне, а также покупать продукцию клубного кафе со специальной скидкой. Остальных болельщиков ждет менее приятный сюрприз. Руководство клуба решило отказаться от бесплатного прохода на стадион детей старше 12 лет и женщин. Мы же с вами не сексисты. Конечно, будет важно. В Калининграде за последнее время не сложилась традиция покупать билеты на футбол. Мы эту традицию хотим включить для того, чтобы она заработала на новом стадионе в первую очередь. При этом повышение планируется незначительное. Также генеральный директор клуба добавил, что из отпуска его подчиненные выйдут 8 июня. Тогда же тренер обещает огласить новый состав команды, после чего футболисты отправятся на предсезонную подготовку в столицу. Первый матч нового сезона ФНЛ «Балтийцы» сыграют 8 июля. Смотрите во второй части нашего выпуска. Пойманы с поличным. Задержаны семеро браконьеров за незаконную добычу комбалы. Режим ЧАЭС. У местных аграриев гибнут посевы из-за обильных осадков. Больше миллиона главврачей медучреждений Калининградской области отчитались о своих заработках. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Отказался от взятки. Служба по противодействию коррупции задержала 26-летнего Калининградца, предложившего сотруднику таможни 50 тысяч рублей. Нарушитель хотел перевести запрещенный к эксплуатации грузовой автомобиль с перебитым ВИН-номером. По данному факту в отношении недобросовестного гражданина возбуждено уголовное дело. А эфир продолжит новости с места происшествия. Предстанет перед судом следственным отделом по центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего боксера, обвиняемого в избиении калининградца. По версии следствия, 27 августа 2016 года в одном из ресторанов быстрого питания между мужчинами произошла ссора, в ходе которой боксер нанес не менее четырех ударов в голову потерпевшему. Пострадавший скончался на месте. В случае признания мужчины виновным в совершении преступления ему грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы. Пойманы с поличным, задержаны семеро браконьеров за незаконную добычу камбалы. Всего мужчинам удалось выловить 380 штук, уже идущие на нерест рыбы, общим весом более 400 килограммов. За нарушение правил браконьерам грозит наказание в виде административного штрафа. Возгорание в общественном транспорте. Вчера на трассе Советск-Калининград в районе поселка Талпаки загорелся рейсовый автобус. Предполагаемая причина – неисправность мотора. Водитель самостоятельно потушил транспорт с помощью огнетушителя. Пострадавших нет. Внимание, розыск. У МВД по Калининградской области ищет молодого человека, который пытался ограбить в Калининграде цветочный магазин. Подозреваемый пытался совершить преступление на улице Леонова. Приметы. Худощавое телосложение, короткая стрижка, был одет в синюю толстовку и джинсы. Граждан, которые располагают какой-либо информацией, просят позвонить по телефону, номера которых вы видите на экране. Кристина Богоцина, Екатерина Михайлова, служба новостей «Город». И в продолжении темы. Днем 30 мая в ДТП попал чемпион Калининградской области по автогонкам. По данным инспекторов, пьяный водитель врезался в его машину на Советском проспекте. После чего пытался подкупить пострадавшего и, цитируем, «решить дело на месте». Калининградец еле держится на ногах, поэтому не стал скрывать, что перед тем, как сел за руль, изрядно выпил. В свою очередь, к употреблению алкоголя, как признался мужчина, его подтолкнула ссора с женой. Да, я пьяный, сел за руль. Сразу, сразу прислался. Не тренировал, видимо, сел за руль. Как выяснили правоохранители, пострадавший находится на больничном и ехал в госпиталь на прием. В итоге, ко всем прочим диагнозам, получил перелом ключицы и множественные травмы. Стоял в пробке, но действительно уже стоял, потому что впереди поток не позволял двигаться дальше. И почувствовал сильный резкий удар в заднюю часть автомобиля. После этого вышел, сел возле машины, потому что дальше передвигаться было уже сложно. Теперь пьяный водитель два года не сможет сесть за руль, а также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. И к другим темам. В Калининградской области из-за критического переувлажнения почвы введен режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Прио губернатора Калининградской области Антон Алиханов подписал соответствующее постановление. Действие режима ЧАЭС распространяется на 13 муниципалитетов. Багартионовский, Гвардейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский и Черняховский. Причиной введения режима стали повреждения и гибель посевов из-за обильных осадков. На сегодняшний день мы на 80% пришли к плану первому севу. И, к сожалению, такое стратегическое направление, как кукуруза, у нас сегодня посеяно только на 56%. Для нас это крайне негативно. Но, тем не менее, Калининградская область полностью себя обеспечивает производством зерновыми кормами. И убыток мы понесем, конечно, от того, что сельхозтоваропроизводители не смогут реализовать за пределы области эту продукцию. Режим чрезвычайной ситуации продлится до 15 июня. Напомним, что он вводился также в августе прошлого года. Тогда область не понесла серьезных убытков. Английская церковь стала самым успешным инвестором в Великобритании. Калининградские врачи получают больше миллионов в год, а крупнейший банк России тестирует новую технику. Об этих и других новостях из мира экономики и бизнеса расскажет моя коллега Дарья Веклич. Партнер рубрики «Бизнес новости» – квартал на улице Солнечной в Светлогорске. Здравствуйте. Начнем по традиции с мировой новости. Английская церковь стала самым успешным инвестором в Великобритании. По данным финансового рейтинга, доход от инвестиций за 2016 год превысил 17%. Для сравнения, средний показатель по стране не превышает 9%. Сами представители церкви Англии частично объясняют свой успех падением курса фунта стерлингов после голосования о выходе Великобритании из Евросоюза. И к новостям России, с кем последствия санкций ликвидированы. Как сообщил Совет безопасности, дефицита производства в России нет. Нехватка продукции исчезла за счет развития таких приоритетных направлений, как животноводство, свиноводство, семеноводство и племенное хозяйство. Однако по молочным продуктам и пищевой соли показатели по-прежнему остаются ниже пороговых значений. Техника в действии. Один из крупнейших банков России использует дрон для перевозки наличных. Беспилотные летательные аппараты ведут в производство для повышения эффективности работы. Испытания дрона-перевозчика наличных проведут в Казани в июне. Напомню, что доставка денежных средств с помощью летательного аппарата не единственное нововведение. Крупнейший банк также тестирует роботов, которые будут узнавать клиентов по чертам лица и голосу. И о новостях местных. В Сербию возвращено более 14 тонн говядины. Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований. Несмотря на наличие сертификата, в говядине обнаружили опасные бактерии. Поскольку в Сербии зарегистрированы несколько очагов заболеваний, контроль за ввозом продукции стал более строгий. И качественная говядина будет возвращена обратно. В среднем больше миллиона главврачей медучреждений Калининградской области отчитались о своих доходах. По статистике у большинства руководящего состава годовой доход превышает миллион рублей. В собственности недвижимость и автомобиль. Загородные дома оказались только у двух главврачей медучреждений. В среднем показатели по зарплате у медработников выше среднего значения по России. И на этом все. Будьте в курсе самых заметных бизнес-новостей вместе с первым городским. С вами была Дарья Веклищ. Партнер рубрики «Бизнес-новости» «Квартал» на улице Солнечной в Светлогорске. Что радует и поднимает настроение калининградцам и гостям города. Они рассказали нам сами в традиционном опросе. Мы в отпуске. Второй день. И у нас сыночек недавно родился. Выше прогуляться. У меня, наверное, нет новостей хороших. А вот у супруги была выставка. Она сейчас проходит вот здесь, в Кафедральном соборе. Я ухожу на пенсию. Завершаю свой трудовой марафон длиной в 51 год. Я учительница. И вот я провела в пятницу последний прощальный урок со своими учениками. Мост скоро сделают. Будем ездить сюда. Ну вот внучка приехала на каникулы. Показываю Калининград. Питер мне показывает, когда я у нее. Я здесь Калининград показываю. Прекрасная погода, хорошее настроение. Все замечательно. А внучке у меня два месяца исполнилось. Это самое хорошее новость для меня. А сегодня на права сдала вы. Встретил вас. Первый раз даю интервью первому городскому телеканалу. Спасибо. Отлично, спасибо огромное. 30 рублей и 31 копейка за один белорусский рубль. Какие курсы иностранных валют по отношению к рублю установил Центробанк в среду, 31 мая? Расскажем далее. Курсы валют на 31 мая. Доллар США 56 рублей 51 копейка. Евро 62 рубля 94 копейки. Польский злотый 15 рублей 5 копеек. О погоде сегодня расскажет наша ведущая Ольга Апанасюк. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. Здравствуйте. Сегодня 30 мая, день Евдокини и Свистуни. Древние славяне верили, что по дню 30 мая можно судить, каким будет лето. Как правило, на Евдокини дует сильный ветер. Считалось, что 30 мая появляется большое количество змей. Поэтому нужно быть осторожным, когда отправляешься в лес или в поле. От народных примет перейдем к прогнозам синоптиков. На среду 31 мая. Днем в Калининграде плюс 16. Переменная облачность. Небольшой дождь. Вечером плюс 14. Без осадков. Ветер западных направлений до 10 метров в секунду. Всем хорошего настроения и увидимся на Первом городском. Партнер прогноза погоды – дом бизнес-класса Риттерхоф. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Если и вы стали свидетелем необычных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова